МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. В «Армавире» вручили ключи от квартир детям-сиротам. Новоселами стали 24 человека. С подробностями Дарья Верчева. Мероприятие в честь десятилетия общественной организации адыгейской культуры «Адыга-Хасса» прошло в библиотеке имени Некрасова. Здесь побывала Ирина Чупина. С 1 февраля увеличат размер пенсионных выплат. О процентах и коэффициентах расскажет Анна Тулинова. В «Армавире» ключи от новых квартир получили дети-сироты. Таким образом, новоселами дома по улице авиаторов стали 24 человека. Вместе с ними одно из первых удобств полученного жилья оценила Дарья Топчиева. Большое новоселье справили в «Армавире» 30 января. Сразу 24 квартиры в доме по улице авиаторов были предоставлены сиротам. Торжественные обстановки представители городской мэрии вручили новоселам ключи от однокомнатных квартир. «Тусь Светлана Александровна, квартира номер 103. Восьмой этап». Услышать свою фамилию и номер квартиры – наверное, эти слова были самыми желанными для присутствующих. После торжественной части мероприятия новоселы вместе с представителями администрации поднялись в свои квартиры. «Какая светлая, красивая комната. Теплая». Светлая комната, уютная кухня, санузел. Новоселы, осмотрев жилье, остались довольны. Теперь здесь, на этих квадратных метрах, они смогут устроить семейный очаг, которого были лишены в детстве. Такую возможность сироты получили благодаря реализуемой в Краснодарском крае программе «Дети Кубани». Уже за шесть лет реализации программы «Дети Кубани» наши дети, оставшиеся без попечения родители, получили жилье 409 таких семей. За только 2014 год 171 семья ребят, которые остались без попечения родителей или из категории дети-сироты, получили жилье. Отметила долгожданное новоселье и Юлия Яковлева. В новую квартиру она переезжает вместе с будущим мужем. Теперь не нужно снимать жилье, радуется Юля. Сейчас у девушки только приятные заботы. Какой мебелью обставить квартиру? Моя мечта сбылась, что я получила жилье и очень рада. Полгода ждала. Теперь я рада, что получила жилье. Планируется, что в 2015 году ключи от квартир получат еще 11 детей-сирот. Кроме того, более 60 человек, не достигших совершеннолетия, находятся на учете у государства. В условиях сложившейся в нашей стране непростой экономической ситуации, большое внимание уделяется собственному производству. Многие из армавирских предприятий способны выпускать товары, которые и по качеству, и по цене могут конкурировать с иностранными. Пример тому – одна из городских организаций, которая занимается выпуском изделий из металла. Во время посещения этого предприятия глава Армавира пообщался с коллективом, поинтересовался условиями работы и пожелал не останавливаться на достигнутом. Данное предприятие работает в Армавире уже 10 лет. За это время несколько раз расширял ассортимент производимых товаров. Сейчас налаживается выпуск новых видов продукции – столов, стеллажей, полок, стоек. Наша компания начала свою работу в городе Армавире в 2004 году. Производство началось с производства полужестких воздуховодов из-за алюминиевой ленты. В дальнейшем, в 2010 году, наше производство перепрофилировалось в производство дымоходов из нержавеющей стали, активно его развивает. На сегодняшний день мы открываем третье направление – это производство нейтрального оборудования для пищевой промышленности. Осматривая рождающуюся на глазах продукцию, Андрей Харченко отметил ее высокое качество. Несмотря на то, что стоит она, даже с учетом недавних подорожаний, гораздо меньше, чем в магазинах или на рынке. Это делает работу компании крайне выгодной для города, в том числе и по оплате налогов, и по созданию новых рабочих мест. Малое предприятие. По большому счету, у вас направление может стать по объему выше. Направление сегодня по мебели, по инвентарю, для пищеблока, для учреждений здравоохранения, образования – это востребованные вещи. Мы с этим сталкиваемся и заказываем. Такая высокая рентабельность работы возможна благодаря высокоточному импортному оборудованию, закупленному в прошлом году и не имеющему аналогов в городе. Единственное, чего сейчас не хватает – компания выставочного зала, где покупатели могли бы осмотреть готовую продукцию. Городоначальник пообещал руководству помочь в решении этого вопроса. Марина Бартенева, Дмитрий Живецев, Александр Пензев. Служба новостей Армавира. С 1 февраля размер выплаты трудовой пенсии увеличится. Об этом сообщила заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии Армавирского пенсионного фонда Светлана Королева. Смотрите далее материал Анны Тулиновой. Специалисты уже произвели перерасчет. Поэтому уже с 1 января армавирцы, которые находятся на заслуженном отдыхе, смогут получить свою трудовую пенсию в увеличенном на 11,4% размере, то есть 11 200 рублей. Перерасчет производился на новом программном комплексе. И те пенсионеры, которые, к сожалению, получат пенсию в старом размере, пусть не волнуются, к нам приходить не нужно. Мы постараемся в феврале месяце размер пенсии привести в соответствии с пенсионным законодательством. И в марте месяце они получат новый размер пенсии с доплатой за февраль. Что касается социальных пенсий, то в феврале они переиндексированы не будут. Перерасчет планируется произвести 1 апреля. Напомним, что для этой категории выплат он делается один раз. Из 1 апреля 2015 года будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, которые получают у нас льготные категории граждан. Это инвалиды, с детства инвалиды Великой Отечественной войны, участники войны, ветераны военных действий и другие категории. Анна Тулинова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. 29 января сотрудникам Армавирской службы спасения пришлось вытаскивать с одной кубани автомобиль Нива. Отдыхающие на берегу горожане немного не рассчитали свои силы и, собираясь помыть автомобиль, случайно утопили его. При этом никто не пострадал. 29 января примерно в 15.10 поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в старой станице на реке Кубань отдыхала компания людей. И решили экстрима поднабраться, испытать его и поездить на Ниве, ВАЗ-2121, по берегу реки, по воде, покататься. В результате неумелых действий водителя Нива ушла в Кубань вместе с водителем, утонула по крышу. Водитель находился на крыше метров 60 от берега, где-то на середине Кубани. Человек просил о помощи. Пришлось с помощью водолазного снаряжения, альпинистского снаряжения и троса, производить работу, вытаскивать машину и спасать этого водителя. 30 января около полудня в центре города на Ленина 89 загорелся жилой многоквартирный дом. Жертв нет, но пламя успело распространиться на площади в 55 квадратных метров. Основная версия причины пожара – это короткое замыкание, которое произошло вследствие перегрузки электросети. Ликвидировать возгорание удалось достаточно быстро, но не без осложнений. Турлучные конструкции способствовали быстрому распространению пламени. В настоящее время по данному факту пожара ведется дознание. Сокративо следственной группой, делом взорной деятельности города Армавира, выясняются остальные признаки пожара и ущерб от пожара. 22 января городская общественная организация «Адыги Хасы» отпраздновала свой юбилей. На протяжении вот уже 10 лет она хранит память предков, объединяет земляков и приобщает население к творческому и культурному наследию своего народа. Тему продолжит Ирина Чупина. В Армавире развитию и укреплению дружественных отношений народов уделяют особое внимание. Немалую часть этой работы делает общественная организация «Адыги Хасы». 30 января в городской библиотеке имени Некрасова прошло торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею общины. Здесь говорилось об истории народа, обычаях, культуре и непосредственно о работе организации. Председатель «Адыги Хасы» Аслан Щуков рассказал и о мероприятиях, проводимых за ее пределами, в которых участвуют члены общины. Это поездки наших ансамблей, художественных коллективов, это часто, то есть поездки по Краснодарскому краю и близлежащих станиц и аулов. Мы часто встречаемся со студентами, учащимся в школах, рассказывая именно истории адыгов, показываем фильмы адыга-хабза, то есть свод адыгейских законов и изучение адыгейского языка. Есть у нас небольшой музей. Основная работа, конечно же, ведется с подрастающим поколением, поэтому на мероприятии присутствовали студенты вузов, которые делились своими впечатлениями. Я считаю, что такие мероприятия нужны для студентов, они полезны, привлекают молодежь к общественным организациям, что самое главное, чтобы студенты не занимались чем-нибудь плохим, а состояли в таких организациях, больше знали культуру окружающую. На таком мероприятии я первый раз, и мне очень понравилось, интересно, полезно. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей «Армавира». 10 декабря 2014 года в России был ратифицирован договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. 29 января текущего года в Центре армянской национальной культуры «Армавира» прошел круглый стол с целью информирования граждан Республики Армения, находящихся на территории города, об изменении законодательства. Подробнее об этом в репортаже Ирины Чупиной. Настоящая дружба между людьми, нациями и государствами должна быть основана на доверии, искренности и терплении. Таким примером является дружба между Россией и Арменией. Начался круглый стол с исторического аспекта. Были рассмотрены отношения России и Армении в течение нескольких сотен лет. Также осветили политические аспекты вступления Армении в Евразийский союз, миграционные и экономические перспективы взаимодействия и образовательное пространство в Евросоюзе. О правах и обязанностях граждан рассказывали специалисты. Например, руководитель отдела УФМС по Краснодарскому краю в городе Армавире Олег Ткаченко. По некоторым вопросам высказался председатель местного отделения Союза армян России Григорий Карапетян. Также у нас сегодня в мероприятии принимают участие заместитель председателя Армавирской городской думы Александр Валерьевич Поляков. Мы также пригласили специалистов, которые могут осветить культурные связи братских народов России и Армении. Также примут участие на нашем мероприятии специалисты, которые более объемлемо расскажут о Евразийском союзе, о становлении этой организации. Всего в мероприятии приняло участие около 70 человек. Было рассказано и о нововведениях в образовательной среде, а именно о признании дипломов специалистов, обучающихся в разных странах Евразийского союза. А также о том, что его члены теперь имеют возможность свободно пользоваться вакансиями центра занятости. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В рамках месячника военно-патриотической работы в девятой школе прошла игра «Отчизны верные сыны». Участниками стали учащиеся пятых и шестых классов. Ребята читали стихи, пели и отвечали на вопросы викторины. Анна Толинова продолжит. Игра началась с небольшого экскурса в историю. Это помогло детям настроиться. Ведь вопросы в викторине не из простых. Но распознать самого меткого военачальника Ворошилова у ребят не составило труда. Да и в области военной географии и знаменательных дат школьники тоже показали класс. Наши дети хотят показать, что мы любим нашу Россию. Что мы будущие продолжатели славных дел отцов и дедов. Потому что мы – будущее России, будущее Кубани. Членами жюри стали лидеры Армавирского казачьего общества. Поэтому школьникам пришлось выложиться на все сто. Надо сказать, что на стенах висели автобиографические картины ветерана Великой Отечественной Андрея Васильевича Киташова, который он отдал в дар девятой школе. Казаки, они освободили рус от немецких войсков. И я считаю, что они очень много сделали для России. Потому что без этого мы бы были в плену. Традиционных казачьих песен не спеть просто не могли. К возрождению традиций и обычаев своего народа пяти и шестиклашки относятся очень серьезно. Потому что они знают будущее в их руках. Анна Анатолинова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. 30 января во дворце детского и юношеского творчества состоялся конкурс патриотической песни. Участие в нем приняли учащиеся со всех школ города. Послушал песни о родине Марк Бугаяц. Патриотические песни нельзя отнести к какому-то определенному жанру. Нельзя назвать признаки, по которым патриотическая песня отличается от непатриотической. Однако, услышав, ты сразу узнаешь ее и почувствуешь сердцем среди тысяч бессодержательных попсовых поделок. Перед этой священной тишиной Стала женщина, звонившей головой Что поживи, прости меня, святая мать Все надеется, сынечка, умеет Герои звучавших песен, ветераны, простые кубанцы, седые матери, ждущие своих сыновей И, конечно же, родная природа. Девочки в этот раз оказались патриотичнее мальчиков. Среди исполнителей на конкурсе прекрасный пол доминировал. Я хочу, чтобы яркое солнце светило Чтобы снились всегда только добрые листы Чтоб Россия героев своих не забыла Чтобы мне было больше твоей Я хочу, чтобы не было больше конкурс Конкурс, конечно, волнующий Впечатления очень хорошие Ребята все выступали хорошо И вообще это хорошо, что проводятся такие мероприятия Вспоминают о таком великом празднике Я очень довольна, конечно Было очень много волнения, но выступила Перед жюри стояла непростая задача Ведь оценить надо не просто исполнительское мастерство А уровень патриотизма юных конкурсантов А его, как писал Кютчев, аршинам, в общем, не измерить Нужно верить в то, что наш город, наша Россия процветает И в ней очень много храмов красивых Которые заслуживают о том, что о них пели Марк Бугоец, Александр Пензев Служба новостей Армавира Армавирцы Размик и Гору Наняны стали серебряными призерами Кубка России по тяжелоатлетике, состоявшимся в Старом Осколе На сегодняшний день спортсмены уже вернулись в родной город И даже приступили к новым тренировкам На одной из них удалось побывать Дарьи Топчиевой Размик и Гору Наняны не только братья по крови, но и по роду занятий Оба армавирца уже около 9 лет в тяжелой атлетике И несмотря на все трудности, к примеру, тренировки в практически неотапливаемом помещении Выбранный вид спорта юноши считают лучшим В этом виде спорта не надо никого калечить, бить не надо Тут ты и штанга вышел, показал, кто сильнее, и все, все понятно Последним крупным соревнованием для армавирских тяжелоатлетов Стал Кубок России, прошедший в Старом Осколе 159 килограммов в рывке и 192 в толчке С таким результатом выступил армавирский тяжелоатлет Размик Унанян на Кубке России Однако для победы этого оказалось недостаточно И дважды чемпион мира, и единожды чемпион Европы Размик уступил первое место спортсмену из Белореченска Победителей не судят Он выиграл, он толкнул 197 килограммов А мне этот вес не покорился Вот в этот раз Ну, я буду работать, чтобы толкнуть этот вес А вот брат Размика Гор доволен своим участием в Кубке России На соревнованиях он тоже взял серебро, уступив тяжелоатлету из Москвы Среди мужчин выступал, как бы это было нелегко Выиграл, конечно, старше меня Участник очень сильный, довольно С большим стажем Более вам скажу, что его пять лет уже никто не может выиграть Так что, ну, будем стараться 2015 год для братьев тяжелоатлетов обещает быть насыщенным Так, Размикунанян готовится попасть на чемпионат Европы А гору предстоит участие в первенстве России Дарья Топчева, Марк Бугаяц, служба новостей Армавира И снова городской дворец культуры распахнул свои двери для ярмарки меха 31 января и 1 февраля с 10 до 19 часов вы сможете подобрать здесь для себя самую прекрасную шубку Женщины в большинстве своем всегда хотят быть стильными и красивыми Поэтому роскошную шубку должна иметь каждая представительница прекрасного пола Это факт! Ярмарка меха привезла более полутора тысяч моделей шуб российского производства Из норки, лисы, кролика, бобра и мутона Этих животных выращивают на специальных фермах, чтобы их шерстка была по вкусу любой, даже самой капризной модницы Современная отделка меха – новейшие технологии Отдельные детали, пояс, разрез, рукав, три четверти капюшон и другие придадут вашему образу совершенно неповторимые нотки Светлые тона меха добавят вам нежности, а практичный черный на все случаи жизни Размерный ряд коллекции от самого маленького до 64-го Возможно приобретение изделия в кредит или рассрочку Действуют скидки до 20% и гарантия 1 год Анна Тулинова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира На этом выпуск завершен, далее информация о погоде на ближайшие сутки В студии была Марина Юрченко Всего вам доброго и до скорой встречи Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик»